Музыка Холодно! Да чего же холодно было этой ночью в Самаре! До костей пробирал извозчика ледяной ветер, и никого на улицах ни души, слышно только, как цокают по булыжнику копыта лошади, и чего ради ездит Митяй по пустым улицам? На что надеяться? Спроси его об этом! Ничего вразумительного не ответит, только пробурчит что-то невнятное. А у нас на дворе осень 1921 года. Эдуард Кондратов. Роман «Жестокий год». Тебя расстреляли, меня расстреляли. И выстрелов трели, ударились вдали. И даль растерялась, расстрелилась даль. Но даже и дали живому не жаль. Трижды проехал Митяй в Советской улице от площади до театра. И все зря. А ведь это главная улица. О, сколько на ней гостиниц, ресторанов. Правда, возле меблированного дома Сан Рэма его окликнули двое. Ну уж больно подозрительными показались Митяю эти фигуры. Не очень-то они были похожи на припозднившихся гуляк. Худые, фуражки на глаза. С такими поедешь куда-нибудь в Запонское. И все, готов. Тебя в канаву, а лыску под нож. Собак нынче и тех всех в Самаре поели. А уж лошадь – настоящее богатство. Вот потому и стяганул Митяй лыску. А ну, давай, уноси, родимая. Благо, что по асфальту на другой улице догнали бы лихие люди. Что ж, куда теперь податься? На вокзал? Там только голодные беженцы. А может, проехать по Самарской? Подумал Митяй. Там тоже рестораны, палац, пассаж. Иной раз и там засиживается допоздна богатая публика. Свернув на Петроградскую, Митяй миновал два квартала магазинов, спрятавшихся за закрытыми ставнями, и повернул на Самарскую. В доме заезжих светились окна. Однако клиентов там не было. Не было никого возле палаца, глядевшего на широкую улицу черными кругами окон. Так, уже ни на что не рассчитывая, Митяй проехал еще несколько кварталов. Тяжелым сном забылась Самара, и не было ей никакого дела ни до голодного извозчика, который мерз на ледяном ветру, ни до его тощей кобылки лыски. Ох, придется продать лыску на мясо. Тяжело думал Митяй, а сам гнал от себя эту мысль. Но мысль эта лезла в его голову все чаще и чаще. На углу Сибирской Митяй подобрал вожжи, и лошадь с облегчением встала. «Пусть чай передохнет», решил Митяй. «Зазря я ее мучил, кончать пора». Теперь в давящей на уши тишине было слышно только сиплое дыхание лыски. Митяй огорченно шмыкал носом. «Где бы собака где взбрехнула», в печали думал он. «Ну, чисто померли все». Луна, наконец, освободилась от туч. В ее холодном свете силуэты деревянной улицы казались толпой слепцов. Настороженные домишки прижимались друг к другу, словно прислушивались, пережидая беду. Тихо по-человечье вздохнула лыска, стоявшая вот здесь, на обочине, на углу Самарской и Симбирской улиц. Митяй сложил-была губы трубочкой, но чмокнуть не успел. Ему показалось, что где-то неподалеку по булыжнику простучали колеса. Он прислушался. «Да, так и есть». А бросив вожжи, Митяй спустился на землю. Не любопытство, а опасения толкали его посмотреть, кто там. Ладно, если извозчик, а то, а вдруг бандиты, ограбители, о банде Курова, которая наезжала в Самару на семи подводах, в городе оговорили много. Приедут вот так, ограбят и ищи свищи. Не дай бог заметят лыску. Прощай тогда, лошаденка, а то и одной только лыской не отделаешься. Что им, бандитам, Митяева жизнь? С замиранием сердца Митяй выглянул из-за угла и рассмеялся. «Эх ты, кого испугался, Митя? Этих вот чапанщиков, что ли?» И в самом деле, под газовыми фонарями кошельских бань он увидел троих или четверых мужиков. В темноте было не рассмотреть в крестьянском рванье. «Торопится, а видишь ты, на вокзал!» подумал Митяй, вздохнув. Но Митяева спокойствие как рукой сняло, когда телега остановилась возле второго от угла дома. Мужики шустро соскочили с телеги, не по-крестьянски соскочили. Делово оглянулись и быстро метнулись к забору. А когда над воротами зашевелился силуэт человека, перелезающего внутрь, во двор, сомнений у Митяя уже не оставалось. Грабители. Этот дом, второй от угла, хорошо был знаком ему. Он не раз подвозил сюда сухопарного американца из тех, что приехали в Самару кормить голодающих в столовых. Тех самых, возле которых утром собирались голодные дети. Стараясь не шаркать подшитыми валенками, Митяй подбежал к пролетке и взлетел на козлы. Господи, благослови! Только б грабители не приметили! Господи, благослови! Ох, да чего ж громко застучала копытами лыска! Скорей! Скорей, разворачивайся, родная! Скорей, отсюда! покуда живы! Только на третьем квартале Митяй понял, что никто за ним не гонится и не надо так гнать и портить лошадь. Успокаиваясь, подумал, что нелегко сейчас американцу, которого трясут бандиты. неприяты, неприятый он супчик и ночевые, скупой, но вдруг озлятся заморские господа и уедут из Самары. Сколько тогда народа напрасно пропадет с голодухи! Митяй даже не заметил, как дернул правую вожу, сворачивая на предтеченскую. Нет, не любил бывалый свозчик сталкиваться с властями, хоть раньше с полицией, хоть ноне с милицией, а уж Чика боялся пуще огня, но все-таки подъехал к известному всем в Самаре дому на углу Николаевской и Предтеченской и остановил Лыску. Да, там за нарядной в литых завитушках дверью размещалась таинственная и грозная Самарская Губчака. Кто-нибудь должен быть на месте, думал Митяй, давя в себе труса и поднимаясь на такое страшное для него крыльца чрезвычайной комиссии. И он не ошибся. Сам Губчака в самом деле кто-то был. И не просто кто-то кто-то, а наряд стой кто идет окрикнул Митяя возглас часового. Митяй остановился как вкопанный. Товарищ, товарищ начальник, бросился Митяй к часовому, скорее надо, а то ведь беда. его трясло то ли от холода, то ли от возбуждения, а бороденка на его тощем лице казалась бороденкой опытного нищего. «Ты чего? Уйдут, стучал зубами Митяй, столовки прикроют. А ну давай, мужик, показывай», приказали чекисты, прыгая в пролетку. Хотел был Митяй пожаловаться, что устала за ночь лыска, что не сможет она сейчас скакать во всю свою невеликую прыть. Хотел, да не стал. И чекистский начальник больно грозен и мешкать само собой нельзя. Уйдут. Покрутил над головой вожжами, звонко шлепнул кобылу по костлявому крупу. Пошла, милая. Лыска, будто поняла ответственность момента. И то, что пошла, поскакала. Квартала три оставалось до дома американца, когда одного из чекистов пробил тяжелый кашель. Он сдерживался из последних сил, но все-таки не сдержался и так громко забухал, что преследователи не услышали вовремя тарахтение телеги. Услышь, они телегу встретили бы бандитов почти выстрелами в упор. А получилось иначе и хуже. Телега с бандитами отъехала от этого дома и вывернула из-за угла прямо навстречу преследователям. Пролетев мимо них так неожиданно, что Митяй не сразу сумел натянуть вожжи и броситься на лыске в погоню. Уходят, уходят, гады! Истошно вопил чекист, который успел трижды пальнуть вслед промчавшийся мимо телеги. И хоть стрелял он с близкого расстояния, но ночь есть ночь. Пади, попади! Из темноты ему ответили. И одна из пуль провизжала над самой его головой. На этом мы прервем наше путешествие в осень 1921 года, который помог нам осуществить писатель Эдуард Кондратов и его роман «Жестокий год». Роман о Самаре и Самарцах, все действия которого происходят на улицах нашего города. Тебя расстреляли, меня расстреляли, мы сердце, а сердце как время сверяли. И как же я встану с тобою расстрелян пред будущим звонким и новым апрелем. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор Корректор